Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю новое видео, где буду смотреть свой архив в Инстаграме, свои старые истории. Оказывается, прошло уже 7 месяцев с того момента, как мы с Полиной снимали видос, где мы смотрим мои старые истории. Но там мы как бы больше наши совместные истории смотрели, или какие-то мои неудачные изменения в своей внешности, и просто сидели болтали. Да, сегодня я хочу сделать точно так же, естественно, покажу другие истории, с которыми у меня тоже очень много всего связано. Поэтому присаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем. Я в последнее время вообще залипаю на свои старые видео, на свой архив. Хорошо, что в Инстаграме это все сохраняется, кстати, пользуясь случаем, обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, ник вы сейчас видите на своих экранах. Там скоро будет 2 миллиона 300 тысяч подписчиков, поэтому, ребятки, скорее подписывайтесь, там актуальные у меня очень интересные. И там я тоже после того, как выложу это видео, поделюсь с вами своими старыми историями, которые не покажу, соответственно, и в этом видео. Ставим лайк и подписываемся на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Ну, а мне уже не терпится приступить, показать вам, что я снимала раньше, какие-то свои такие воспоминания. Я думаю, многие заметили, что я как бы экспериментирую в последние дни со своей внешностью. Мне очень нравится плестись в салонах и делать вот такие вот прикольные косички с новым цветом волос. И вам тоже это очень нравится, поэтому буду делать это чаще. Ну и не буду медлить. Сейчас мы с вами посмотрим мои старые истории. Погнали, мы можем начинать. Самые какие-то, по моему мнению, прикольные, которые я бы хотела вам показать, я сохранила в фотопленку. Если их будет маловато или мы как-то быстро их с вами обсудим, я просто полистаю как бы сам архив. Но он очень глючит в инстаграме, потому что раньше, да и в принципе, как и по сей день делаю, я снимала очень много историй. И если прям напрямую листать архив, то у меня тупо вылетает приложение, поэтому я сохранила то, что хотела бы вам показать в первую очередь. Там скорее 2017-2018 год, где я только-только пошла вот в школу в Москве, переехала из Челябинска. Очень много всяких штучек-дрючек, поэтому в принципе давайте начнем вот с этой истории. Это полнейший угар, где я сидела с подругой на уроке, и мы пробовали всякие масочки в снэпчате, где я, кстати, уже не сижу, но раньше я обожала это приложение. И тут как бы я такая прям максимально веселая, меня как бы не волновало то, что урок идет, и мы просто сидели, ржали с подругой над всякими масками. Чтобы вы понимали на этой истории, чисто мой искренний истерический смех. То есть у меня такое бывает очень редко, и если мне реально очень смешно, слышите вот эту вот паузу? Оп, пауза, и дальше я просто истерически начинаю ржать. Чисто мне уже настолько стало смешно, типа мне это казалось таким угаром, эта маска настолько ржачная была. Это кто, по-моему, лицо панды, что ли, я примерила на себя, и мы реально сидели, ржали, чтобы вы понимали, учительница даже никак не реагировала, потому что она уже чисто к этому привыкла. И она смотрит такая, понятно, как бы это бесполезно, поэтому продолжаю вести урок. Не, как бы я не всегда вот так вот себя вела, но если у меня было хорошее настроение, мне реально было все равно. Вот такая вот веселая история, кстати, с этой девочкой я не общаюсь, там ее лица не видно из-за этой прекрасной панды или вообще кто это, но эту девочку звали Ева. И мы, по-моему, общались вот так, знаете, чисто месяцочек каждый день, а потом резко прекратили общение. Меня вообще вот эта вот тема всегда удивляла, если честно, то, что ты можешь очень долго общаться с человеком, а потом резко вот так вот прекратить общение, там, либо вы... Вот это в блогерской сфере еще очень часто происходит, когда вы общаетесь, да, с каким-то блогером, переписываетесь, болтаете, а потом оп, и на каком-то мероприятии ты первая не поздоровалась или с тобой не поздоровались, и вы после этого вообще не переписываетесь, удаляете друг друга из друзей, не общаетесь. Вот у меня такое очень часто в последнее время, типа, что просто все блогеры как бы начали себя немножечко странновато вести. Ну, как бы тут без лишних слов так же и происходит с кругом общения, когда ты, например, в школе с кем-то общаешься, вы такие прям капец лучшие подружки, заканчивается учеба, а вы уже как чужие друг для друга, даже не спрашиваете, как у кого дела. Типа, ну, от этой мысли мне становится немножечко грустно. Следующая история. Я почему решила вам ее показать? Давайте посмотрим. Привет, друзья, меня зовут Карина Ракеляна, я очень рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня я подготовила ролик, в котором буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали на моей странице ВКонтакте. Чтобы вы понимали, что не так с этой историей. Да, как бы обычное мое старое видео, но я реально залипла. Я вот сейчас с Рустамом, когда мы ночевали в отеле после мероприятия, я смотрю на эту историю, на вот этот свой фрагмент из старого ролика, и я как бы себя не могу узнать. То есть я смотрю на себя в зеркало, смотрю на себя тут, и как бы я понимаю, насколько быстро летит время, как там мы все меняемся. И я смотрю на себя, и я думаю, блин, коротковолосая блондинка с какой-то странненькой татуировкой на лице. И как бы я настолько поменялась, что если смотреть на меня вот так, и вот скриншот из этого видео, как бы мне кажется, это два разных человека. И я смотрю, я такая думаю, блин, ну это просто капец, у меня реально не было слов, ребят, чтобы это описать, поэтому я решила этим с вами поделиться. Следующая история, чтобы вы понимали, какие тиктоки, на тот момент даже не тикток это приложение называлось, а мьюзикали. Какой, а, это даже не мьюзикали, блин, ребят, это лайк, или вообще квайк, не знаю, музыкальное приложение, которое сейчас не пользуется уже таким спросом, как в то время, в 2018 или 2017 году. Смотрите, какой кошмар я снимала, вы сейчас чисто поржете надо мной. Что это за убогие движения, что это за вообще выражение лица? Как бы я понимаю, да, я была малышкой, типа, мне было прикольно это все снимать, типа, но как-то, я не знаю. Люди, которые старше меня, наверняка на это смотрели и думали, блин, да и сейчас, наверное, кто-то, кто старше меня сейчас смотрит это видео, ну, да, она и сейчас, малышка, через 10 лет посмотрит на это видео и подумает, блин, как я могла такое снимать? Ну, вот с этим я уже, конечно, не уверена, как бы, видео уже такие, ну, нормальные у меня стали, как бы, по сравнению с этим, я думаю, что да. Поэтому, как бы, да, вот такие вот видосы я снимала, и мне реально за это стыдно. Кстати, свой аккаунт в этом музыкальном приложении, не помню, что это, мьюзикали или лайк, блин, не могу восстановить этот аккаунт или удалить эти видосы, они по-прежнему набирают просмотры, так что вот такой вот капец. Следующая история, это меня вот так вот Полина поздравила с Новым годом в 2018 году, посмотрите. Ребятки, просыпаюсь, я такая, смотрите, какой клевый рисунок мне нарисовала моя сестра с Новым 2018 годом, люблю ее. Блин, посмотрите, какой клевый рисунок, очень приятный, серьезно. Блин, я вначале говорю, блин, посмотрите, какой прикольный рисунок, и как бы, как будто бы заново под конец истории начала снимать ее. Блин, посмотрите, какой прикольный рисунок. Не, Полина реально нарисовала мне крутой рисунок, мне было очень приятно, и посмотрите, как я раньше оформляла истории, вот эти вот маркеры в виде мела были раньше очень актуальны, их сейчас из инстаграма убрали, но я этот мел везде пихала и все вот так вот разрисовывала. Как бы сейчас я истории оформляю вообще по-другому, я такой лютый перфекционист, что мне кажется, каждая моя история должна выглядеть настолько идеально и круто, чтобы прям было не к чему придраться, поэтому как бы на тот момент я бы, окунувшись в прошлую Карину, оформляла бы по-другому, ну естественно тут как бы и масочек не было всяких инстаграмных, но вот эти вот линии, которые я везде сверху, внизу, справа, слева рисовала, это конечно не очень, я вам скажу, но рисунок прикольный. Следующая история, опять же с этими рисунками на истории, как бы Полина смотрела мой старый ролик и я увидела свой комментарий, который я написала на тот момент год назад, то есть года 3-4 назад, вот так где-то. Сестра смотрит твое старое видео, как мы типа поезжали в Египет из Челябинска, блин, и тут мой комментарий год назад. Сейчас я поняла, я решила посмотреть это видео, видео серьезно дерьмо. Ну как бы да, я к себе вот так вот прям линейно отношусь, я не спорю, что те ролики, которые я снимала, они были, мягко говоря, не очень, но сейчас я бы не стала говорить, что это какое-то там дерьмо, я дико извиняюсь. Но блин, вот так я могла вот да, взять себя обсудить, конечно, это не очень, да, не спорю, но такая вот я была критичная, так сказать, сама к себе, поэтому такие вот комментарии я могла написать сама себе. В принципе, я была, слушайте, вообще без каких-то таких прям суперских комплексов, я могла там даже чуть ли не рыгнуть на камеру, я считала это типа как бы нормально, мальтика, извиняюсь, но я реально типа постоянно ржала там, высказывала свое мнение, которое было выдумано или пришло мне в голову буквально 5 секунд назад, выкладывала чисто, да, потом об этом жалела. То есть вот такие моменты были, необдуманные, точно так же, как я и могла написать вот этот комментарий и через некоторое время уже забыть, что я его написала, хотя мне кажется, на тот момент, когда я его написала, я бы его удалила, потому что, ну, как бы писать на свое собственное видео, над которым ты так старалась, влог, поездка в Египет, типа, что это дерьмо, мне кажется, не очень, как бы человек же растет, он меняется, и это логично, то, что у тебя меняется вкусно, вот так вот говорить как-то, ну, не очень, я бы не стала сейчас этого делать. Кстати, дальше фрагмент из моего старого видео, где я отвечала на вопрос, сколько у меня подписчиков в Инстаграме, до того момента это были не подписчики, а читатели, смотрим. Сколько читателей в Инстаграме? Давайте с вами сейчас вместе посмотрим. У меня их... 200. Читателей. Офигеть, вы прикиньте, 200, то есть даже друзей у меня было на тот момент больше, офигеть. И знаете, если посмотреть, когда было выложено это видео, 12 июня 2015 года, то есть прошло уже очень много времени, но на тот момент я даже не увлекалась, как бы, развитием своей социальной сети, такой как Инстаграм. По сравнению с тем, что сейчас, как бы, для меня Инстаграм это та социальная сеть, в которую я захожу даже чаще, чем Ютуб, потому что, ну, как бы, Ютубом я занимаюсь, монтирую ролики и снимаю видосы, не сидя в этом приложении, это логично, как бы, а в Инстаграме я сижу всегда. Собственно говоря, о чем и речь, мы сейчас с вами смотрим архив из моего Инстаграма. А вот это моя одна из первых историй в Инстаграме, где я просто сижу на уроке, хочу, чтобы вы обратили внимание на мою внешность, там, какая я была, это, по-моему, история третья, где я показала свое лицо из самого начала своего архива в Инстаграме, смотрим. Просто короткая история, но при этом, да, опять же, масочка в снэпчате, видите, вот эти вот коротенькие пряди у меня, типа, отрезанная челка, да-да, ребят, вот именно, что типа, потому что я хотела себе красивые передние прядки сделать и тупо сглупила, и сама дома ножницами отрезала передние пряди. И вы не представляете, как мне это нравилось, типа, сначала я думаю, боже мой, как обрубки какие-то, реально как обрубки, ведь согласитесь со мной, типа, это очень странно выглядит, но я просто пошла перед зеркалом и рубанула себе справа и слева пряди, это просто капец, ну, типа, сейчас я на это смотрю и думаю, офигеть, Карина, экспериментариум с внешностью подъехал. Я, как бы, лет в 12, когда знакомилась уже с тем, чтобы начать выщипывать брови, типа, да, мне было очень больно, потому что, ну, как бы, я никогда в жизни брови не выщипывала, а тут я понимаю, что многие девочки в лагерь, кстати, когда я первый раз пошла, выщипывают брови, я тоже попробовала, а потом подумала, нафиг их выщипывать, если можно сбрить. Я взяла бритву и просто вот тут вот, где чуть-чуть пушком у меня якобы срастались брови, я вот так вот рубанула и просто начало у правой и левой брови я тоже сбрила, и у меня брови начинались где-то с середины, блин, моих глаз, и это выглядело так странно, они были такие тонкие, хотя у меня сами по себе брови очень густые, такие красивые были, и типа, я могла придать форму вообще другую. Ну, из-за того, что я начала вот так вот экспериментировать со своей внешностью, кстати, сейчас я найду фотографию, возможно, если выйду из архива, у меня есть вкладка под названием старые фотки, там, по-моему, можно обратить внимание на мои брови, какие они были, ну, вот что-то, ребятки, ближе, наверное, вот к этому. Да, тут мне, по-моему, лет 15, нет, даже не 15, 14 или 13 лет брови я сделала такими прям тоненькими, и я их подрисовывала тенями в тысячи слоев вот тут вот в начале, и видите, они прям были такие суперкороткие и реально очень-очень некрасивые, типа, офигеть. Вот я считала это красивым, это трэш, я помню, мне даже мама говорила, типа, Карин, вот ты меня сейчас не слушаешь, а потом будешь смотреть свои фотки и говорить, боже, какая я была дура. И, если честно, да, я с мамой полностью согласна, боже, какая я была дурочка. Так, продолжаем смотреть с вами архив, на чем мы там остановились. Следующая вот такая вот фотография, тоже из моих историй, как бы у меня есть фон, который выкатывается с помощью пульта управления, и можно снимать на голубом фоне. И мы с подружкой с моей, с которой я познакомилась через группу «Знакомство Москва», когда приехала только в Москву из Челябинска, и мне было не с кем общаться, я там познакомилась с девочкой Марьяной, с которой общаюсь по сей день. И мы устраивали фотосессию, реально, которая была настолько убогая, что я даже ни одну фотку не выложила, но мне чисто хотелось что-то поделать. Знаете, когда приходит мотивация, как бы, да, вот вы эту историю видите, я там просматривала фотки, вот так вот странненько была одета, ужасно просто, мелом разрисовала всю историю. Вот, да, мне, типа, приходит мотивация, вдохновение, я, типа, думаю, вообще пофиг, чем-то себя займу, вообще увидит это, не увидит кто-то. Типа, какой-то хернёй реально занималась, точно так же, как я могла сидеть и рисовать, попытаться нарисовать что-то красивое, потратила на это 2 часа и просто выкинула рисунок. Типа, пришло вдохновение и ушло сразу же, вот так вот у меня было. Так же и со съёмкой роликов, когда я только начинала снимать видео, типа, мне захотелось что-то снять, я могу разговаривать 2 часа на камеру, и потом просто не выложить это видео, чтобы вы понимали, да, у меня и такое было. Опять же, к слову о моих тиктоках, мюзикале и прочее, смотрим на этот стыд. Господи, боже мой, это что за переходы, это что за эффект такой, что даже моё лицо не разглядеть, блин. Капец, я была немножечко, это, чуть-чуть странненькая, мне кажется, нет? Ну ладно, мы обсудили, как я выглядела раньше, какие истории я тоже снимала раньше, образно понятно, да, что-то вот в этом роде. Дальше речь о моём похудении пошла, вот именно с этого момента, с 2018 года я начала загоняться по поводу своей фигуры, ну в плане как бы худеть. Мне понравился процесс, и я практически ничего не ела. Моя первая история, где я закупалась к похудению продуктами. Вот такой вот бумеранг, где всякие йогурты, конфетки без сахара, хлебцы, батончики, как бы я даже всё, что вы видите отсюда, не особо часто использую во время своего похудения сейчас. То есть, если я чувствую, что я хочу что-то вредное съесть, я съем. За счёт похудения у меня будет отдельное видео, как я добьюсь реальных результатов моего веса, как я буду весить нужную цифру. Я сниму видос об этом, как бы, ну и дальше. У меня был такой, так сказать, марафон похудения в инстаграме, где я выкладывала, что я ем. Ну, по вашему мнению, за 7 дней сбросить 3 килограмма и кушать 2 раза в день, посмотрите как. Так, завтрак, обед, шницель из индейки в панировке, стручковая фасоль с овощами и всё. И на ужин чисто черника. Съела, ну, ягодок 20 и всё. То есть, это всё моё питание за целый день. И я реально помню, я типа голодала, но потом обратно, естественно, набрала, как мне уже стало скучно и мне захотелось жрать сладкое. Как бы, вот такой вот смех. Вот с этого у меня началась история. Это всё я вам расскажу в своём ролике про своё похудение. Поэтому за эту тему можете не переживать, обязательно сниму такой видос. Просто хотела вам сейчас это показать. Тут мне исполнилось 15 лет, чтобы вы понимали. Моя стрижка и внешность тоже, как бы, была совершенно другая. Если сравнивать, вообще меня не узнаете. Ребят, хочу сказать вам всем огромное спасибо за поздравления. Мне и правда очень приятно. Я вас всех безумно сильно люблю и постараюсь прочитать сегодня абсолютно все поздравления. Сегодня самый лучший день в моей жизни и я вас просто обожаю. Такая прям малышка и голос у меня другой. И прям губы такие тоненькие, лицо такое круглое. За счёт ещё коры оно казалось ещё пухлее. Офигеть! Вот я сейчас смотрю на эти истории и у меня непонятное такое удивление. Как будто бы я сейчас смотрю чьи-то истории, а не свои. Потому что, ну типа, я даже не помню себя такой. Как так? Это чё, реально я? У меня реально такой шок. Следующая история, это меня позвали. Просто с урока вытащила девушка, учительница, классная руководительница начального класса. И просто сказала, весь класс смотрит ваши видео, хотели бы, типа, увидеть вас, поотвечать на ваши вопросы. Чтобы вы понимаете, я свалила с урока истории, где я как раз ДЗ не сделала. И просто перед детишками, которые меня смотрели, так сказать, выступала, отвечала на их вопросы. Посмотрите на это, мне так было приятно, капец. Я вас тоже очень люблю, всех обожаю, спасибо большое, очень приятно. Это просто такие милости, ребят. Я так была просто рада и счастлива. Я так собой гордилась, что даже в школе меня целыми классами смотрят. И я по сей день этим горжусь. Ой, какое-то счастье, у меня просто слова нет, слова нет, слов нет. Следующая история, чтобы вы понимали, какая Милка была раньше, моя собачка. Только посмотрите, это только-только шел первый месяц после рождения моей собачки. Только посмотрите, какая она сейчас огромная. Мила, посмотри сюда, посмотри сюда. Еще такой фильтр, блин, убоги в инстаграме я ставила. Не могла даже телефон протереть, потому что все было такое мутное и странное. Но, блин, Милка была такая малышка, я прям помню, когда мне только-только ее подарили. Она такая была зайка. Она и сейчас зайка, конечно. Но, прикиньте, уже прошло практически... Нет, Миле уже сколько лет? Девять? Охренеть, как летит время, ребят. Я сейчас в шоке просто. Окей, следующая история. Тут у меня стукнуло полумиллиона подписчиков в инстаграме. Да-да-да, вот такая вот красота. Просто решила поделиться с вами. Потом у меня просто был резкий рост подписчиков. Это мы с Полинкой, вот такие малышки. Тут Полька на мальчика больше похожа, потому что мы тут прям маленькие-маленькие. Тут мне, по-моему, лет 8 я тоже в сторис выкладывала. А тут мы с Полиной в Турции танцуем под музыку из детского клуба, под которую раньше танцевали. Красная шапочка. Красная шапочка. Капец, я даже двигаться не могла. Что-то какие-то у меня странные движения были. Ну и все, начинается у Карина Аракелян депресняк. Потому что меня там то ли начали хейтить, то ли мне не нравилось, как у меня растет аудитория, типа, не так быстро, как мне хотелось. То ли я не могла домонтировать видео, у меня вылетела программа. В общем, я просто выложила свою истерику, где написала охота просто запереться в маленькой белой комнате наедине со своими мыслями. Ну, типа, я не помню, из-за чего я плакала, но мне на тот момент, я помню, реально было очень хреново. И прям, ну, я страдала нормально так. У меня всегда вот так, типа, я себе что-то в голове накручиваю и рыдаю. Потом у меня резко оп, и хорошее настроение. У кого такое было, ставим лайк. Дальше тусовочки начинаются у меня. Как бы, я раньше очень хорошо общалась с Эдвардом Атеевой, с ребятами, с Тимом Сорокиным. Как бы, тут мы ехали, по-моему, в Екатеринбург выступать. Да, первое мое выступление, сейчас мы с вами о нем поговорим. Капец, Тим был прям, ну, другим парнем. Я же с ним давно знакома, до того, как он в Иксо даже пошел, по-моему. Но мы не так хорошо общались, но очень круто проводили время, особенно вот, когда ездили в Екатеринбург выступать. Прикольно было. Дальше, опять же, то самое выступление, о котором сейчас мы с вами говорили. Я там познакомилась с Владом Бумагой даже, да. Он очень хороший, милый в жизни, ребят, честно вам хочу сказать. Вот, Настя Трапицель, да. Ваня Молоток, Даня Комков. Мы такой прям компании крутой собирались и выступали. Это мое первое выступление на такую большую аудиторию. Посмотрите на этот момент. Офигеть, просто это такие воспоминания. Я так переживала, просто с ума сойти. Дальше история, это моя фотка с собачкой, где я, по-моему, уже вот-вот должна была пойти то ли в класс 6... Нет, в 4... Харин его знает вообще. Сколько мне тут лет? Лет 12, если не ошибаюсь. Да, лет 12. Только снимать начала видосы. Да-да-да. Дальше вот такая вот история, где мы снимали с Ваней самый хайповый видос у меня на канале, который набрал, по-моему, уже 7 миллионов просмотров. Пранк над мамой в постели с парнем. Вот так вот мы готовились к этому видео. Ребят, мы готовим для вас кое-что просто бомбическое. Вы офигеете, когда увидите этот ролик на ютубе. Готовьтесь. Все офигели, да-да-да, 7 миллионов просмотров. Это самое популярное видео у меня на канале, офигеть. Дальше просто видос с тусовки, где я в паленых балинсиагах, одетая... Ну, не знаю, я бы сейчас так не оделась, конечно. Просто тусе хотела вам показать. Следующая история буквально прошло месяца два, и у меня уже... Нет, не месяца два, слушайте. Месяц прошел, да. И у меня уже 800 тысяч. Вот тогда у меня резкий скачок был. Прям резко начали подписчики расти, потому что я начала снимать страшные истории. Да, я была очень счастлива, ребят. Спасибо вам большое, ведь вас уже 3 миллиона почти. Так охота сказать, 3 миллиона, но пока трех лямов нет, но надеюсь, что скоро будет. 2 миллиона уже почти 800 тысяч. Ребят, я вас очень люблю. Дальше вот такая вот история, где у меня резко уже 950 тысяч подписчиков. Это спустя неделю, чтобы вы понимали, как резко у меня скаканули подписчики. И потом уже оп, и миллион скаканул. Просто вот трэш. Также, к слову, об общении с ребятами, с блогерами, с которыми я раньше хорошо общалась. И мы резко просто с ничего прекратили общение. Вот, с девочками мы отдыхаем. Маша Маева, Тилька, Луиза Габриэла Бровина. Луиза стырила у меня, я помню, из-за чего мы прекратили общение. Мою именную игру в сторис, сказав, что она ее нашла в интернете. Ну, ее, как бы, делала я сама, чтобы вы понимали. Она даже не смогла признаться, что она просто увидела у меня в сторис и украла эту игру. И мне, как бы, стало неприятно, я от нее отписалась, и она от меня тоже, чтобы вы понимали, вот так. Как бы, я просто эту игру делала сама. Сама все оформляла. Она украла и говорит, я нашла в интернете. Как бы, ну, тут очевидно все, окей. А Маша Маева, я не поняла, чисто у нее какие-то странные мысли насчет меня, мне кажется, вообще. Потому что что-то она за спиной там про меня постоянно говорит кому-то. Типа, что я там снимаю не тот контент, что надо. Что я там, типа, трачу деньги направо и налево, а она в своем возрасте вообще там то-то-то-то. В общем, не хочу это все обсуждать, но вот так вот время летит, все меняется. Ну и последнее, что я вам хочу показать, точнее предпоследнее, это я сходила в магазин, в зоомагазин, и купила огромный корм для собак. Собиралась в приют ехать и потратила, наверное, очень много сил. Тут даже речь не о деньгах идет, потому что корм весил около 30 килограмм, и я это все тащила до дома, не додумавшись даже вызвать такси. Смотрим эту подборку историй. Решила я, ребят, сегодня ползоомагазина скупить, чтобы порадовать всех животных в приюте. Посмотрите, капец просто. И снимаю для вас видео. Я сейчас с ума, ребят, сойду, у меня аж руки трясутся. Как мне это тащить? Это просто... Дура, блин. Короче, я скупила полмагазина, я не знаю, когда дома дойти. Отлично. Реально дура, как бы и такси есть. И папа, который живет в пяти минутах, наша квартира как бы рядом находилась. Позвать папу, чтобы он помог дотащить хотя бы так. Карин, нет? Ну да, нет. Дальше я уже дотащила это все до дома. У меня вот так вот тряслись руки, потому что еле как это все дотащила. Потом еще у подъезда встретила соседа, который мне был симпатичен. Вот, и он такой думает, ты дура, а нет, как бы тащишь это все. Это так странно выглядело. В общем, я пришла до дома, обрадовала свою собачку, и потом очень круто съездила в приют. Вот история. Сейчас я Миле тут что-нибудь подарю. Мила, выбирай себе подарок. Может быть, куриные рулетки? Как думаешь, кошачий корм ей не подойдет? Этот огромный тоже не подойдет? Фу. Я реально заколебалась в тот момент. Ну и последние две угарные истории, где я решила попробовать, так сказать, на вкус гелий из шариков. У меня круто поменялся голос, и я решила поболтать в сторис. Пусть-то, ребята, я сняла для вас новое видео на канал, и ждите завтра в 15.00 по московскому времени. Оно получилось реально крутое, и я уверена, что вы его оцените. И дальше. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Ну, прикольные истории, чисто вот такое вот я снимала, и как бы мне очень приятно это все пересматривать. Устрою такую небольшую прикольную рубрику у себя в инстаграме, ник вы сейчас видите на своих экранах. Обязательно подписывайтесь. Вот, ну и там я прикреплю все свои старые тоже истории, которые мы сегодня с вами не рассмотрели. Обязательно ставьте лайки, если вы до сих пор не поставили, подписывайтесь на мой канал, и я говорю вам спасибо большое, что досмотрели это видео до самого конца. Хотите вторую часть, давайте наберем под этим роликом 50.000 лайков. Набираем, я сразу выпускаю еще одну часть, где смотрю свои старые истории. Ну, а с вами была Карина Аркелян, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok